ребята всем привет всем привет в этом видео хотим вам рассказать как мы сдавали пробный один тест было ли нам тяжело как это вообще все происходило начинаем настя изначально вот мы пришли сначала была домашняя сначала мы у нас первый час как начался урок я зачитала полюбовнувшие ребята где-то там напишите мне комментариях точно скажу куда-то куда надо направление дайте мне куда именно и сначала у нас было домашнее задание проверка домашнего задания потом у нас был перерыв и после перерыва мы сдавали нет это было до перерыва до перерыва да мы успели все в общем ребята до перерыва было рассказать о себе сколько лет откуда в таком вот плане я думаю многие знают вот и что меня удивило это то что когда доходила очередь до настя она мне показывает руку она у нее тупо трясется она просто так нервничала у девочки я сижу алюнастя ты шо перед аттракционами так не переживала настя я уже чё ты так волнуешься это неофициально во вторых ничего страшного не будет там все ты можешь ответить вообще ничего тяжелого и при том что она не задавала вопроса она просто на листике она листик сфоткала листик проектором подсветила и отвечайте на мои вопросы там по стандарту в общем все я думаю сколько тебе листик на какие родители ну не было этого мутер шпак майн мутер шпак она думает что это что говорит мама мутер шпак это мой родной язык какой-то я не мама подожди на другим я слышу но другие у нас в классе отвечали мои родители говорят не было нет ты мутер шпак путаешь с мамой она путаю но сам факт я сдала идеально ну рассказала себе идеально учитель как свой путь явилась что я так вот хотелось расскажу все как было изначально весь класс рассказал мы это как сидим на задних местах сзади до были сзади самые последние и вода настало время рассказать себе сначала и да я рассказал вот рассказала я все что было у нее там написано на листе имя откуда ты благороды наход и тут начинает после хобби задавать вопросы кучу вопросы музыка классическая любимая потом что она еще и уже забыла короче что ты делаешь свободное время никому не было столько вопросов кроме как нас не один был вопрос насти она просто думала что если я что-то выучила и резко начала идеально рассказывать она наверно думала что я там все уже знаю о себе 6 расскажу там чем я занимаюсь куда я хожу ты ходишь там на шоппинге не на шоппинге расскажи какая твоя музыка любимая такая рок с таким типоварю и она реально ну никому не сдала вопросов как мне накинулась за у вас они в шоке были вообще ну ты даешь одно а спрашиваешь совсем другое по итогу нет вообще по по сути она должна задавать дополнительные вопросы на просто удивление потому потому что никому столько что делаешь ничего не лопают никому столько вопросов она не задавала как настя вот что удивило так конечно она по правилам но она имеет право задавать вопросы просто почему именно настя так много вопросов больше удивила мне один вопрос где я пою в караоке это я не уверена что она не спустила всех 3 или 4 было да а всем так по одному это даже я сказала украинские песни она говорит народные вот но хотя реально она большинству классу вообще не сдавала то что было на листу написано она сказала окей а лазут типа да всех кстати хвалила кроме нас но практически всех не всех они прямо сказано она сказала типа что хорошо ну да но но другим она прям вау хотя мы точно так же рассказали и еще там некоторых она прям так не хвалила но тем не менее в общем как то так а я знаю почему все это так короче вышли же мы на перерыв она у нас продолжали этот трястись руки чё ты волнуешься реально не понимаю чё она так заволновалась сильно вообще странно а потом была часть картинки картинки вот ну как я бы не сказала что это прям очень сложно не нормально но это нормально из-за того что было много людей в классе и картинки повторялись и можно было как бы услышать что говорят другие и потом грубо говоря это повторить либо перефразировать там на другую картинку вот у тебя было сложно не сказала бы нет нет просто ты не знала да как это будет происходить поэтому не поняла я не рубилась вообще начало происходить типа но на принципе вообще нормально нормально потом уже после картинок у нас пошло такой цепочкой там например настя ну так и было настя задает мне вопрос я отвечаю и задаю вопрос следующему человеку и так она по всему классу было вот там я уже не помню такое нормально простенькая простенькая да нормально было какой любимый фрукт смотришь на картинку нас ну что ты говоришь ну я примерно говорю я не говорю тебе что там было так я примерно говорю свое я же не говорю что на картинку рассказывай про следующую часть а один пробного следующая часть была один это были тесты эти пробный тест сначала были тесты очень много было тестов после тестов было письма и письменное задание написать что там было электронное письмо и еще что то что еще было но мы его писали на следующий день на следующий день да мы его дописывали потому что не успели по времени ничего аудирование и чтение ну вот и короче что ты читаешь и на стишину ты издеваешься я же забыла реально забыла такое чувство что у тебя там не было читаешь и выбираешь рискиш или фальш а ну да вот об этом забыла как мне не нервничать напишите ну короче сам прикол все потом на следующий день но мы сани кстати в группе мало кто написал ну кто я просто так смотрела за всемах то что делает большинство сделали тесты а мы уже сани решили не только тесты а сделали еще письма я не знаю как это задание называется но там нужно написать ничего сложного это не письмо это электронное ну какое это письмо там надо было вставить просто почтовый индекс так это письмо электронное хорошо говорит письмо это там где ты пишешь тебе дается задание написать письмо в том случае было шоу типа напишите письмо вашему преподавателю что вы хотите продолжить обучение немецкого языка но мы это не сделали мы сделали это мы сделали перед этим задание письменное вспоминает а ты не то говоришь вообще не то там где она позачеркивала некоторые слова и поставила за него 5 баллов только изначально у меня было 10 баллов этом она перечеркнула это не то задание мы вообще с тобой про разные говорим наста ну ладно рассказывает это она не может учить немецкий как раз таки видимо из-за того что память куриная чисто но как по другому назвать мне это очень бесит не перебор перебор нет но если куриная память не было уже не было со мной здесь не сидел ради я была трое группе раз да ты общалась бы конкретно потому что ты просто сейчас рассказываешь чушь поэтому говорю ну перепутала зданием и что дальше ничего надо обзываться я твой хейтер буду уже конкретным причем там уже пишут ну короче сам прикол меня что удивило когда на следующий день уже она подписала листочки кто сколько баллов набрал за эти тесты и группе вообще было как бы сказать одинаково практически ну баллов было практически одинаково ну практически я не буду говорить но всех было одинаково но все потом говорили типа шоу мне также меня также нас такое же количество на стопах количества ну реально нас также что не так что плохо и потом конце она сказала типа спросили типа все хорошо как вообще с этим экзамена сказала типа да еще не так все плохо еще нормально мы все сдали группе этот экзамен ну так она объяснила ничего не пускать ну дальше рассказывай мне просто меня бесит то что ты реально говоришь какой-то бред а что я говорю какой бред с этим письмом она мне перечеркнула это было вообще на следующий день письмо а до этого было другое задание тоже письменное я про него говорила за него она поставила 5 баллов а за письмо 10 и 10 перечеркнула на 5 но это было не за то задание за которое я тебе объясняю я хотела рассказать что зачеркнула а зачеркнула кстати этих 10 баллов когда уже спросила у меня на настя ты с интернета писала это или нет я сказала и говорю чуть-чуть ну конечно потому что я плохо знаю немецкий после этого перечеркнула написала 5 мне кажется что большинство с интернета писали конечно а один это еще знаете вообще это мне кажется все ну как не то что все списано большинство но все равно это неофициальный был экзамен это не официально у нас летом будет официальный экзамен а потом в общем она сказала то что нужно покупать уже новые книжки цена нас просто удивила очень дорогие книжки идет книжка и тетрадь книжка 26 евро тетрадь и 14 до короче 40 евро за комплект то есть не 40 насти 40 80 и перед нами сидит парень с девушкой они вроде как вместе живут и они попросили купить одну книжку на двоих и две тетради она сказала нет нельзя и также там девушки с класса тоже говорят что мол девочки на мы снасти тоже можем также сделать она говорит нет и все уперлась и все хотя все говорят что в той книге не будет каких-то письменных заданий там только чтение так реально нам бы было удобно типа например да какая ты пишешь книжки а я могу речь писать в зошите у себя в тетради ну смысл переплачать такие деньги если можно одну книгу на двоих не правда очень дорого дорого на пособие это дорого и что 100 евро давать 40 я 40 нос еще книжки знаете потом их перепродать нельзя потому что книги когда там пишешь даже легонько карандаш не стирается вам прикол сделали видимо такой такую книгу материал бумаги и как бы никуда вот сейчас книга которую мы прошли типа никому деньги на ветер как я бы так сказала от себя говорю честно хотя мы не писали ручка я уже в конце начала писать ручка потому что поняла что и и никак не продам потому что она просто не стирается никак остается от карандаша все равно печаток да кстати сегодня наша учительница сегодня выходной день и она написала нам что пожалуйста понедельник-вторник не нужно еще пока что книгу я принесу свои задания на старые брать да не надо старик не не надо брать этом распечатку не знаю сделаю может какое-то задание или что и будем у него заданием делать классе а уже со среды вы должны прийти с новой книгой а а 2 она написала поздравила нас с праздником такими выходными на среда это какой день недели ой день недели число как двадцать четвертое это еще даже недопособие это еще особая среда может как-то этот так мы до 31 будем дорого реально дорого ну да потому что это уже конец а мы с нас все равно думаем может все таки купим реально одну книгу то все хорошо она сделает не знаю подумаем не ну ладно а наш понимаешь не подожди она нас там заказала эти книги или мы сами можем заказать ну прошлые книги и когда мы покупали ты со мной же не ходила я зашла в книжный показала фотографию книги и она говорит типа фамилию сказать на кого заказано книга я же сказала фамилию учительницы и она вынесла книгу вот в этот раз нет нет такого вроде она ничего такого не не знаю на стану все равно пойдем туда же где я и те покупала не знаю будем смотреть дорого дорого обойдется потому что я же говорю конец месяца месяц вообще мы в этом месяце не не знаю это месяц сумасшедший по растратам эти аттракционы но было весело еще моменты там короче но было весело да такое кстати хотела сказать там кто-то писал в комментариях типа вы так говорите за эти аттракционы как будто их жизни не видели помню что такое покруче видели еще покруче видели и много ну типа в то время не снимала сейчас мы снимаем мы показываем все что происходит в нашей жизни данный момент для нас это супер радость давайте как-то смотреть про я не знаю что надо теперь плакать я не знаю хоть что-то происходит жизнь продолжается и слава богу что она продолжается молодые и что нам теперь сидеть дома плакать никуда не выходить мне наоборот не нормальные люди порадовали за нас научитесь радоваться за других реагировать на все нормально пишут такой бред я удивляюсь а потом а потом мы нудные в итоге да что попало что хочется реально но понимаю не буду такое делать выписывать то я тебя умоляю зачем чем тратить портить свои нервы так же вот так мы ребята у нас был пробный экзамен на один ответ чуток переживала я не знаю вообще покажу не кстати я до этого вообще типа говорю она я же не поняла короче шоу учительница перед тем как мы сдавали день до этого экзамена день до того как мы сдавали экзамены она говорила официально или или неофициально будет и кстати но она не понял и там девушка тоже не поняла уже на тестах что это был какой-то официальный или нет я же думала что я не она сказала типа я думала что его не будет сегодня там еще ну короче я аня меня настроила потом когда мы пришли на это будет официальный экзамен я за день до этого это будет официальный и начала учить я ее смотивировала через обман через обман да ну как то так получилось все равно ты переживала капец как походя потом я тебе сказала что это неофициальный когда мы уже утром вышли сказала что так переживала нас зеваем ротик прикрываем ой господи комментатор зато они смотрят как жрут другие давлятся и так дальше чтобы будет на официальном экзамене приступ максимальное количество баллов 100 вот я не могу сказать река мы набрали потому что во-первых письмо можно не засчитывать потому что мы его с интернетом писали вот ну потому что мы его письмо проходили тему один раз одно было письмо короче на проходной по-любому набираются она берется нет пройдет это это все пройдет не уверена а вот а2 и дальше вот эти экзамены это уже меня конечно настораживает что будет и как я не знаю сейчас купим книгу будем рассказывать вам как вообще а2 в нас проходит что мы изучаем может сложно нам или нет ну а один это еще более-менее ну наша знакомая наташа многие ее знают она уже на а2 написала сдала да но она не знала она или нет но говорит много чего напутала разнервничалась на минуточку она хорошо знает немецкая на школе выучила и помнят как-то до сих пор и ей нравится это у нее вообще в планах оставаться но очень переживала говорит прям так что наташа молодец может нас смотрит наташей лайков то что сдала экзамен я уверена что надеюсь скоро с ней встречается так что ребята пишите как вы может быть сдавали или будете сдавать до или будете сдавать на 1 а 2 и вообще расскажите как у вас это все проходило нервничали вы так как я у меня руки тряслись это было же я уже была в шоке что будет на официальном экзамене наверное я жарю бист случится мне валерьянки напьешь так что так мы сейчас пойдем прогуляемся находим шагов у нас выходные начались целых четыре дня ребята радуются с ним высыпались хорошо как то так как то так ребята так что пишите нам комментарии задавайте вопрос мы вас ждем всегда знайте до новых встреч всем пока хороших выходных